Здравствуйте, ребята! Сегодня опять у нас команда недели Best of the Best. Вроде на прошлой неделе была, 99 уровень. Сейчас посмотрим, как она. У нас новый игрок Специя поставил четвертое зерно с Овечкиным и Скейдным. Будет долбать оборону соперника. В принципе, все остальное без изменений. Погнали! В прошлый раз на прошлой неделе я проиграл в команде недели. Сейчас больше футбол играю. В общем, не знаю, почему жадиные, кто делает хоккей, не дают нам такие наборы. Но в футболе собираете наборы. 10 игроков, 85 плюс называется. В общем, можете себе команду мечты сделать наборы беспроигрышные. Каждый следующий раз. Половина бомжей ставите, половина сильных игроков, и получаете 10 сильных игроков. И можно сделать себе команду мечты. Каждое завершение выпуска FIFA, вот они такие подарки делают. В хоккее такого нет. Поехали! Давайте посмотрим, против кого мы играем. Вообще, какие-то отличия есть от прошлой недели? Мне кажется, вообще все то же самое. Неужели не могут... Не могут ничего нового придумать. Неужели бы какой-нибудь, например, сделали победитель Кубка Стэнли 96-го года, например? Не могут, нет идей. Ну ладно, посмотрим. Бишоп на воротах. Спрашивают ребята, заказал ли я 23-й. Конечно, я X-факторный вариант заказал. 4-5 тысяч. Я в переводе на наши отдал. Известными методами делал. А ребят просто нашел в одной из соцсетей, кто это делал. Получается, я этой же команде проиграл на прошлой неделе. Посмотрим, как сейчас. Честно говоря, я так подразучился уже играть. Надо 5 минут на освоение. Играя раз в неделю, вот только команда недели. До этого, чтобы... Выложить какое-то видео, чтобы между сериями не было большой паузы. Навес. От борта пас. Хэдман на руках обыграл Бишопа. Тоже классический гол, в принципе, для этой версии. Я думаю, что Хэдман, наверное, лучший защитник в этом выпуске. За счет своей модельки. Здоровый такой. Никто у него шайбу не может отобрать. Просто нам нужно корпусом закрыть. Вовремя. Бесконечно можно контролировать. Так, у нас специя в четвертом звене играет. Рано или поздно выпустим. Посмотрим. Я еще не попробовал вообще специю. 98-ое у нас удаление. Уже в эту версию 22-ю. Мне вот скучно стало играть, наверное, уже в марте. Наверное, уже в марте. Хотя футбол. За счет того, что реально там 19 тысяч игроков. Как красиво Макдэвид поступил. 19 тысяч игроков в футболе. Ну, то есть, знаете, весь НХЛ, по-моему, 365. А там 19 тысяч игроков в футболе. И каких только моделек там нет. И кумиры. И много талантов различных. В общем, так как у нас FIFA локомотив, надеюсь, рано или поздно это в хоккей все придет рано или поздно. Так, я спрашивал у вас про бренд клюшки. Я рассказывал, что собираюсь клюшки делать. Спасибо, много написали. Но я еще ничего не выбрал. Пока еще думаю. Ребят, кто в хоккее играет, скажите, кто-нибудь, ну, в реальной хоккее, кто-нибудь играл бы нашей клюшкой. За рядом, может, кто-то играет. Или все-таки Бауэр, CCM, Истон. Доверие больше вызывают, наверное. Пока, да? Разговаривал я с Шон Скиннером по поводу новых клюшек. И, конечно, первый человек, кто будет тестировать. Это я с ним договорился. Поможет, сказал. Я вообще, он сказал, что в России нет вашего собственного бренда. Типа, ряд машин, как-нибудь клюшки вы сделали, нет вашего бренда. А вам нужен свой бренд. Чтобы на Чемпионате мира, когда вы играли, не CCM, Истон был. А что-нибудь такой мощный ряд машин. В общем, пока у нас только заряд. Так, возвращаемся к игре. Мы уже в равных составах. И сейчас после выбрасывания мы должны спецу проверить. Это четвертое звено. Вот, но по центру сейчас девятнадцатый номер, правая рука. Посмотрим, на что способен. Давайте бросим сначала им. Так, накрыли. Диспец-то я так его как-то потерял из виду. Не уделяется пока. На задержку большинстве будем играть. Мэтьюс продавливаем вперед. Не получилось. Зону вошли, расположились. Ой, какой провал. Так, это бездарно большинство проводим. Не расположиться в зоне нормально. Далее бросить хотя бы что-то. Райтинг, но... Да, выявили набросок центрального. Обладатель кубка цельный Маккар. Что-то в этом, в 22-м хоккее мне не очень нравится. Первая модель, когда он был 89, еще более-менее такие терпимые были. Вот как он у меня 99-й стал. Даже уже 96-й. И как он там, Тоддс, да? Тимофейер. Или Тимофей Сизен. Тоддс, да? Моделька. Все. Больше он не играет, как и Патрик Кейн. Был 96-й. Играл. Ну, мы тоже обсуждали, конечно, сто раз, но... Приятнее было бы играть... В общем, не ведитесь на цифрым модельках. Иногда моделька слабее по цифрам, а играет в два раза лучше. Вот как Патрик Кейн, 96-й играл. Просто по несколько голов забивал. За игру, онлайн-игры в первом, во втором дивизионе были. Помню, по несколько голов забивал. Как он стал 99-й, так все. Такая цепкая защита. Не пройти просто так. Опасно. Макдейд. Отобрали. Кара отобрал. Какой защитник, кстати, тоже после Хедмана второе для меня? Это Орайли. Много... Ну, не знаю, матчей, наверное... Не помню, сколько, но процентов 10 матчей спасал и забивал такие решающие голы именно Райан Орайли. Защитник, да, не нападающий. Красивый момент, как и из реального хоккея. Так, Грецкий забивал передачу и ближний угол в девятку в неудобной. То девятку не получилось, но... Вот Грецкий, я помню, такие голы клал. Подзажали, да, так? Гудрон даже, он вписался в бортовую борьбу. Что я еще, кстати, в этом сезоне потерял? Часто забивались голы в ближний угол красивые. Ну, например, вот с этой точки, да, в ближний угол вот такие. Но в этом году вообще они не забиваются. Вы понимаете, о чем я, да? Редко-редко. А все-таки они так эффектно смотрелись, было приятно их забивать. Такие, вот, ближний угол. Все, в этом году их нет. А в реальной жизни они есть. Так, а что у нас за выход 2 в 1? Я еще хотел... Так, что у нас тут силовой прием. Боммистер хотел подраться с Макарм. Макарм не оказался. Я еще хотел, ребята, обратить внимание, что в этом году, очевидно, так стало, по-моему, так мощно не работало, как в этом году, что когда вы закрываете вратаря, прямо голы залетать стали. Так, ну, так, как в реальной жизни. Это так раньше не работало. Чтобы я еще на миссии разработчиков добавил, вот если вы играете в реальной жизни, в хоккей, вы знаете, что голкипер часто выходит. Овечкин вонтаймер забил из офиса. Знаете, что вратарь часто выходит за ворота, перерывает шайбу, выбрасывает верхом ее, посыкивает вверх, выдает через борт. Здесь такого нет. Иногда очень редко выходит крайняя. Но здесь такого нет. Привезли сами себе, как по учебнику. Чтобы интереснее играть было. Так, ребята, one second, please. Так, это, наверное, Эвандер Кейн. Спец и хотел шайбу подержать, все-таки мы его тестируем. Я еще в этом сезоне им не играл. Йоккинин с шайбой, которого у меня так и не получилось собрать в этом году. По борту прорвался Макдэвид, но не смог с вотором разобраться. Кейнберг из своей ударной позиции, коронный не смог бишопа в дальний угол забить гличевый гол. Мэйтис набрасывание. Свой коронный бросок сделал. Гличевый гол, нет, гола нет. Так, я что-то вижу, компьютер оживился, включил какой-то режим, видно даже. Ой, как Макдэида встретили. Гудро. Гудро. Овечкин бежит за шайбой. Овечкин опять, ну, кстати, неплохо гличевые голы берет бишоп, несколько уже спас. Бросок из-под защитника, чтобы шайбу закрыть эту, спрятать эту артерию, а вообще бросок спрятать эту артерию, но Виша побивает. Напомню, что в этом году, как утверждали разработчики, свежий, свежий движок используют они, то есть мы с вами уже играем на новом движке. Кстати, в реальном хоккее начал иногда использовать вот такой пас между ног, например. Научился я ему именно, кстати, в этом хоккее, но я не думал, что так можно делать, вот такой пас между ног. Недавно сделал, когда мы уходили 2 на 1 с воротарем, защитник, ошибся, начал меня держать, а такой пас, ну и бросок блокировал бы мне. Я вот такой пас между ног отдал на игрока, игрок бросил поворотом. Так эффектно, кстати, получилось. И придумал я, кстати, это за полсекунды, вот как к воротам выехал, думал, что делать. И за секунду мост придумал такой пас, как из этого хоккея. 4 минуты до конца игры, мы в ожидании на хелл 23, тут уже играем по инерции, уже поднадоел, 22-й, ну что делать. Специя на обрасывание, по-моему, все обрасывание специя выиграл. Кейн как классно обыграл. Специя, практически комбинацию тик-так-то сделали. Ну просто тик-так-то, да? Кейн, на Специю, на Вечкина. Вот как тут, а, защитник прервал передачу, да. Красиво было бы. Оставим четвертое звено. Хочу еще на Специю Савичкину посмотреть. Вроде такая парочка нормальная получилась. Праворукие. Макар не смог реализовать момент. Выпускаем Мэттиса. Да, в этом серии еще как-то не вантаймеры сообрасывания так не работают, как в прошлом году. Я больше в таких скистей сбивал вантаймеры. Вот как сейчас. Ближний угол с кистей именно в девятку после вбрасывания. Так залетали. Чтобы со щелчка забить, здесь нет. Второй вариант, если на хват на левую руку, как сейчас, это со щелчка вот так. А в проще серии, помните, выиграть вбрасывание сразу вантаймер и гол. Часто же такое было, да, в ближний угол. Да, по-моему, пронгером я стрелял шайбы, вообще не видно было. Наверное, пронгер в прошлом выпуске самый мощный щелчок был. Две минуты до конца игры. 50 секунд, уже заканчиваем. А, не убежал, мог. Нах. Гол между ног. Хедман записал из-под ноги. Не знаю, как он правильно называется. Почему-то повтора нет. Что за безобразие. Да, Хедман сам себе коньком выцарапал шайбу. Убежал, сделал ложный замах. Забил такой эффектный гол между ног. На зрителей сыграл. Клинберг неплохо очень в защите играет. Развернулся, отобрал шайбу, молодец. В меньшинстве концовку игры мы заканчиваем. Сыграли нормально, лучше в прошлый раз. Ха, спец. Умудрился нам гол забить. У нас в составе вот такой спец в четвертом звене. То есть мы сегодня потестили немного. Ну, моделька большая, корпусом неплохо закрывает. Вибрация у меня нормально выиграла. Все, что могу про него сказать. Выпущу сейчас на 20 секунд в конце поиграть. В конце выпустил на 10 секунд его. Классно. Все, ребята. Я не знаю, увидимся мы в 22-м хоккей или в 23-м. На ней есть уже в 23-м. По-моему, там в неделе, наверное, 3-4 недели осталось до выпуска. У нас же сначала футбол, да, выходит. Потом уже, потом хоккей. Поэтому ждем. Хорошего дня. Всем пока-пока. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова